Добрый день! С вами снова я, Гузель Исупова, и у нас в гостях ГНШ Гаян, культурный антрополог, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной Академии наук Армении. ГНШ сегодня расскажет нам увлекательную историю Гумрии, городе эмигрантов и городе эмигрантов. Мы узнаем, почему именно этот город стал столицей армянского юмора, почему в нем так много юмористической мифологии, и немножечко коснемся другой истории Гумрии и его места вообще в рамках армянской истории. Ну что, едем дальше! Дорогая ГНШ, спасибо большое, что вы присоединились к нашей серии интервью с экспертами о миграции, передвижениях и диаспорах, и вообще обо всем, что связано с разного рода мувемент. С вами много о чем можно говорить, на самом деле. Именно сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о городе Гумрии, как таком уникальном городе с очень интересной и яркой историей, о городе, который имеет опыт как и приема эмигрантов, так и сам является точкой, откуда люди эмигрируют в связи с природными катаклизмами, в том числе и военными действиями на протяжении всей его долгой истории. И вот интересно, как такому уникальному городу с такой сложной историей удается сохранять свою идентичность? Вообще, есть ли она такая вот уникальная идентичность гумрийцев? Спасибо, Гюзель, за приглашение и возможность участвовать в этой серии очень интересных бесед. Надеюсь, что не подведу со своим материалом. Вообще, про город Гумрии очень противоречивые. Часто можно услышать мнения. С одной стороны, да, это действительно ассоциируется с некой трагичностью, потому что известно последнее разрушительное землетрясение 88-го года. И поскольку это землетрясение было в период перестройки, гласности после Чернобыля, с учетом Чернобыля, советские власти на склоне вот этого развала империи, с одной стороны, с другой стороны, уже с учетом того, что лучше все-таки про трагедию дать знать и дать возможность международному сообществу тоже принять участие в помощи, и это дебрясение, трагедия получила большую огласку, чем любая подобная и даже большая трагедия, которые происходили на территории Советского Союза. Этому способствовало еще и Карабахское движение, которое, вернее, наблюдалось и воспринималось как одно из таких демократических движений за права народа, которое тогда сумело поднять в голос эти протестные митинги, сотен тысяч. Это все приковало внимание к Армении в конце 80-х годов. И случившееся землетрясение, которое получило свое название не по имени Гюмри, а по имени города, который был ближе к эпиценту, Спитако, Спитако, это землетрясение. Но Гюмри, как большой промышленный город, к тому моменту там было около 220 тысяч населения, оно сильно пострадало, и, соответственно, очень много жертв было гораздо больше, чем в подобных ситуациях были в других городах, где было приблизительно землетрясение с такой же силой. И, соответственно, внимание, участие не было большое, и имя города, связанное, ассоциируемое вот с этой трагедией, разнеслось, и как-то образ тоже разошелся, как некого такого трагедийного города. Это одна сторона медали, с какой город может ассоциироваться людей, которые немного знают про Армению. Те же, которые хорошо знают Армению или живут в Армении, несмотря на эту трагедию и на другие трагедии, это было не единственное разрешительное землетрясение в истории Гюмри. Было еще и другое в 1926 году, правда, не с такими огромными человеческими жертвами, если в последнем, ну, точных данных нет, но по официальным данным около 16 тысяч человек погибло в этом городе, то в начале 20 века там погибло 300 человек, но тоже огромное больничное здание было разрушено, пострадало, и из-за чего был отток населения. Это способствует тому, что в первую очередь те, у кого была возможность уехать на время, как минимум на время, уехать из города, чтобы переждать, они уехали. Но до этого в истории Гюмри была еще более такая трагическая страница, это оккупация Гюмри со стороны турецкой армии. Город два раза находился под оккупацией турок, и даже после того, как было соглашение с советскими властями, и Армения была советизирована, вот эта часть оставалась достаточно долгое время оккупированной. Луначарский, который в 1924 году приехал в Гюмри, описывал его как Помпей, потому что город был абсолютно разграблен, разрушен в результате вот этой оккупации. Поэтому землетрясение, которое случилось после, вот когда читаешь какие-то сравнения начала века, даже сложно сказать, что сильнее отразилось впечатление, что город пострадал больше от оккупации, впечатление, что тогда он больше пострадал, чем даже от землетрясения. Ну вот это такая трагическая сторона, говорится. Но есть другая сторона медали, это то, что город воспринимается как город юмора, город шутников, остряков, и поэтому как-то очень странно, каким образом эти два образа уживаются, потому что они оба действительно играют роль в восприятии и в идентичности гаража. И если вернуться к вашему главному вопросу, существует идентичность, да, вот ровно так, как у человека, в принципе, возникает идентичность в связи с каким-то пониманием себя и где его биография в целом и прошлое играют роль, и это да, и постоянно это тоже меняется в связи с изменением биографии. Здесь происходит похожая вещь, но мне кажется, вот в случае городов, которые переживали такие трагические ситуации, моменты, когда город разрушается или город теряется, происходит некая мифологизация города, особенно потерянного города, на время потерянного, потерянного физически из-за вот разрушительной стихии, или потому что вот город оказался в оккупации, да, вот прежнего образа видения нет, и вот этот потерянный образ, он обычно романтизируется, он идеализируется, он становится, это вот как мифологема такого потерянного рая, да, и поэтому происходит такая ностальгия и постпамять, которая эмоционально сильнее переживает то, что было до, чем, например, если бы вот этой трагедии не было, ну и жители жили как бы в каком-то своем равномерном ритме изменений, возможно, в таком случае какие-то кардинальные изменения для него не были бы столь трагично воспринимаемы. Поэтому вот эти трагические, резкие перепады в истории, в биографии города, они, по мне, они играют именно важную роль, как моменты, которые консервируют или формируют вот такой романтизированный, ностальгический образ города и, самое главное, усиливают идентичность горожан, потому что им хочется вот удержать этот город, им хочется отношения к городу, как к некому больному или раненому, который требует особого ухода, который требует большей чуткости, внимания и прочее. А вот оно создает некий такой эмоциональный момент, который, возможно, в других случаях бы не было. Вот точно так же, как сейчас в случае Карабаха, мы видим отношения к горожан, вынужденно покинувших Степанаки, Атшуши и другие города, это особая травматическая память, которая усиливает и описывает город совершенно в других красках и эмоционально в очень повышенных тонах. Это вот бывает в состоянии человека, который что-то теряет и эмоционально к этому привязывается, и это сильно влияет на идентичность города. Почему это город Остряков? Это совершенно другая история. Если вам интересно, мы можем про это тоже поговорить. Но, в общем-то, да, эти два образа, один, скорее всего, образ, который изне, другой образ, который изнутри, они как-то вот параллельно сосуществуют. Да, спасибо большое. Ну, тогда не могу не спросить, а почему, с одной стороны, вроде бы понятно, почему этот город Остряков, когда ты переживаешь вот такие трагедии, да, самая здоровая реакция – это как-то шутить и с юмором к этому относиться. А в чём ещё вот такая специфичность именно города Остряков для… в контексте Армении вообще? Почему это город Остряков? Действительно, во многих городах мы можем видеть ситуации, истории, когда городу приписывается некий анекдотический образ, да, но обычно это бывает образ более или менее понятный, где подчёркивается какое-нибудь одно качество. Там, я не знаю, в городе, который славится тем, что там люди, ну, чуть прижинистее, чем в других местах, да, вот анекдоты вокруг Габрова в основном про это. Или чуть тупее, чем в других местах. То есть вот приписывать, и, конечно, надо иметь в виду, что вот эти анекдоты, люди, которые рассказывают, пересказывают и прочее, вообще не означают, что они разделяют мнение вот такой эссенциализации населения, что прямо все они там либо тупые, либо прижимистые, но вот эти бородячие хюрстеты, они прикипают к каким-то городам. И как показали многие исследователи юмора, это бывает не просто так, за этим обычно скрывается какая-нибудь социальная история, которая возникает, формирует эти образы на стыке коммуникаций вот этой группы, этого города, либо с соседними городами, либо с мигрантами, которые разносят образ, либо это обусловлено какими-то политическими событиями, которые формируют такое восприятие, и так далее. В случае гуморин здесь мы получаем очень интересный момент. Действительно, юмор, смех, шутки, особенно насмешки, как некий инструмент, санкционный инструмент, который воспитывает какие-то качества у людей, они использовались во многих поселениях, городах, когда требуется, чтобы привить людям какие-то навыки своей общины. Для чужаков, которых воспринимают, пытаются воспринять, принять свою группу, можно по-разному заставить жить по своему уставу. А иногда это какие-то строгие законы, которым мигранты должны подчиниться. Но есть огромное поле неформальных взаимоотношений, где никакие законы не работают. А гапитус города, он сформировался так или иначе. И приходится какими-то неформальными методами заставлять людей подчиниться. Очень часто, почему вот эти наши всякие анекдоты, итоги в каких-то обществах про тёщ, про свекрови, они возникают на стыке появившегося чужака в какой-то семье или чужой в какой-то семье. И вот происходит укрение между дедами, в этом смысле, дедовщина такая семейная, где есть граница. И притирка этой границы происходит путём всяких насмешек, шуток. Это такая канализация агрессия, ну, как бы с малой кровью. Иногда это бывает очень обидно, конечно, иногда уж лучше бы прямо, я не знаю, может быть, физически как-то это неприятие выразить, чем, как говорится, можно иногда и словом больнее ударить. Но, тем не менее, это принятая практика, которая очень часто используется. И используется именно для того, чтобы уменьшить какие-то формы проявления агрессивного действия или для понижения некой напряжённости. Есть множество, конечно, всяких теорий по поводу того, как возникает юмор и почему он возникает. И в зависимости от типа юмора каждая из этих теорий по-разному работает. Есть теория превосходства, это хорошо работает в случае насмешек. Есть теория комического или карнавального, когда есть просто несоответствие ожидания чего-то. Как у Бахтина описано, ты там верх и низ местами меняешь, и это уже смешно, потому что у тебя ожидание, что должно быть наверху, вниз, внизу, а тут агашок надел на голову уже смешно. Как-то вот это такое несоответствие. Да, вы хотели что-то спросить, я вам не доставлю. Да, да, я просто хотела предположение выразить, что, наверное, вот это использование юмора как средство вкладывания конфликтов в Гумрии очень пригождался, так как это был торговый город, да, где было пересечение многих там культур, дорог торговых и так далее. И нужно было гостеприимно относиться к тем, кто приезжает, так или? Нет, это немножко по-другому, мне кажется, работает. А в Гумрии это сработало совершенно по другой причине. Хотя там в Гумрии очень любят говорить, что это там, не знаю, древний город, дневековый город и так далее. И действительно, есть археологические следы поселений на этом месте и остатки церкви седьмого века. Но по большому счету это город, который был выстроен на месте небольшого фейского поселения в девятнадцатом веке только после того, как эта территория была присоединена к России в результате русско-турецкой войны. И первое крупное строение, которое в этом смысле здесь появляется, это крепостная стена, это гарнизон, который Российская империя воспринимает эту территорию как некий форпост, выстраивает тут крепости, здесь большие крепости, башни крепостей, крепостная стена. И вот это небольшое сельское поселение, которое рядышком, оно преобразуется в городское поселение сразу, мгновенно, для того, чтобы обеспечивать необходимым вот этот военный гарнизон, где должны были дислоцироваться императорские войска, там до 15 тысяч вооруженных сил, но, соответственно, все это нуждается в неком снабжении, городском снабжении, их надо расселять, их надо кормить, их надо одевать и так далее. И поэтому, когда после русско-турецкой войны из западной Армении, из территории Османской империи, армяне начинают переселять на территорию восточной Армении, эта территория после 17 века, после отхода Шааббаса, который отступал во время этого только персидская война, когда персидский Шааббас отступает и понимает, что он проигрывает туркам, он использует политику выжженной земли, он просто за собой забирает все это население северной, западной части Армении, отчасти и Грузии, значит, уводит с собой в Иран. Поэтому эта территория где-то 17 века, 17-18 веке была сильно обезлюженной территорией. Ну и соответственно вот в этом небольшом селе Гюмри, Гюмли, по-разному фонетически это название свечается, жило всего где-то 70 домов. И это вот холмистая небольшая проста. И вот после русско-турецкой войны сюда переселяется сразу по царскому указу сразу начинает переселяться огромное количество людей из западной Армении. Но здесь есть важный момент. По этому же царскому указу было принято решение, чтобы город заселялось только городское население. А сельское население заселялось сёдом. Это одно условие. Второе условие, чтобы это городское население из армянских городов, Баяцет, Каш, Азерум и так далее, чтобы они переселялись своими же общинами. Особенно, если это ещё религиозная община, потому что там были армяне-католики, например, в Азеруме, кроме армян-грекорианцев, греческое население и так далее. И что у нас получается? В Юмри, на территории, которая близ вот этой крепости, возникает город сразу, он сначала возникает письменно, расчерчен прямо сверху, поэтому там улица, прямо как в Сан-Франциске, знаешь, поднимается, спускается, потому что ну как-то учерпили где-то в Москве, не особо вникая в рельеф. Гляд сверху буквально в смысле этого слова. Строго расчерченная такая гиподамова сетка, которая нанизывается на эту рельефную карту, выделяются значит кварталы, и каждый квартал заселяется населением из одного города, одной религиозной общины. Соответственно, очень быстро эта религиозная община начинает свою жизнь с того, что строит свою церковь. При церкви предполагается, что будет своя школа. Это получается, что малые, небольшие общины на территории одного города, бывшие городские общины, в основном армянские, по большому счету, это единственный армянский город девятнадцатого века, где 98% населения потом чуть-чуть понижается, но тем не менее, абсолютно большинство населения это а, армяне, б, это городское население. Городское, это не сельское, которое стало городским, это городское из другого армянского города. Здесь мы получаем ситуацию, много городов в одном городе, у которых есть границы. Там, где у тебя есть границы, это значит, что жители соседних кварталов будут воспринимать друг друга как неких чужаков. Их надо как-то называть, обзывать, для того, чтобы коммуницировать. У них возникают разные напряженности, поэтому их можно вот как-то эти напряженности спускать, прибегая очень часто к юмору, к насмешке. Особенно сильно видна грань между сельским и городским населением, потому что мало того, что это горожане, которые переселились на новую территорию, внутри этой территории, в самом сердце этой территории находится село, бывшее село, вокруг которого вот этот город вызван, то этот город, он поглотил в себя село, но это село как отдельный квартал у Настаса в самом центре этого города. И здесь мы получаем совершенно противоположную ситуацию, чем обычно бывает, когда мигранты это сельчане, а местные горожане, здесь местные сельчане, а прежние вот на момент начала середины 19 века это горожане. И понятно, что как мигранты у них как-то меньше знаний прав, возможности влиять на местных сельчан, они с ними могут коммуницировать с высоты своей городской иронии, насмешек, и здесь вот это неприятие сельского и городского вообще это есть чудо в той или иной мере, здесь это сильно подчеркнуто, это огромное количество анекдотов, всяких городских историй, но то, что вы сказали по поводу торговцев, это очень верное замечание, но в другом контексте, вот смотрите, вот эти кварталы и разные религиозные общины, они формируют некий образ другого, который становится анекдотическим образом, кто-то быстро занимает нишу богатых, щедрых, кто-то занимает нишу скупых, кто-то глупых, кто-то работяг, и мы понимаем, что в пространстве одного города вдруг возникают анекдотические образы, которые в других случаях мы бы нашли как приписку к разным городам и поселениям, а здесь они, потому что как бы сжимается это на территорию одного города, мы получаем вот эти анекдотические персонажи самого разного профиля. Понятно, что через несколько поколений эти границы внутри города, они будут стираться, а фольклорные нарративы и сюжеты, они останутся. Все эти образы уже будут приписываться к усредненному горожанину, гюмритцу так называемому, поэтому юмор гюмритца в отличие от других такого типа городов, там типа как Ванн или тоже Габрова будет отличаться именно своим многообразием. Мы здесь найдем строго один персонаж. Из гюмритца очень часто воспринимают в каких-то анекдотах, часто мы можем встретить образ гюмритца, который любит хвалиться, самовосхвалять себя, там какая-то такая бравада, даже не гордость, а вот то, что он лучше всех, он впереди всех, и тут же возникает вопрос, а почему, с чем именно такой образ? Вот здесь как раз-таки ваша догадка насчет торговцев оказывается очень важной, потому что понятно, что мало того, что из города переселяется, из разных городов переселяется городское население, так еще это городское население определенного социальной ниши, это либо торговцы, либо ремесленники, потому что именно они нужны были для того, чтобы снабжать армию необходимым, соответственно, ну и потом они постепенно превращаются в более-менее успешных коммерсантов, соответственно, ремесленники это люди, которые делают что-то своими руками, обычно они строят свой дом двухэтажный, первый этаж, он одновременно мастерская, очень частый магазин, где они продают именно свой товар, и поэтому ремесленники из одного города, они иногда и старались селиться рядом, там возникали такие ремесленные торговые ряды, и получается, что у тебя город, который населен, мало того, что ремесленниками, которым надо еще и продавать свой товар, торговать, у тебя дом-магазин в одном лице, у тебя весь город, как одна большая базарная площадь, потому что у тебя жители занимают, и приблизительно занимают одну и ту же рабочую нишу, это еще предполагает, что ты должен постоянно рекламировать свой товар, реклама товара, от рекламы товара к рекламе его производителя, как говорится, один шаг, то есть уметь хвалить себя, это часть твоей рекламной акции, более того, ты должен научиться так хвалить свой товар или себя, чтобы это было бы очень образно, очень художественно, чтобы это запоминалось, вот такой образный язык гюмрийцев, который, ну вот, его трудно переводить на какие-либо анекдоты, потому что это способ говорения, говорить образами гюмри, это обычная практика, даже несмотря на какие-то самые тяжелые ситуации и трудности, самые трагические, там даже во время землетрясения, я помню, как знакома рассказывала, когда там женщина умирает, она зажата между балками, ну прямо, ну последние минуты видно у человека, причем, говорит, такая красивая, с развивающими волосами, ее никак не достать, и там у нее спрашивают соседи, там же они рядом, там есть кто живой, вот мы этого ищем, может ты там видишь что-то, и она так поврачивает, нет, в нашем купе таких нет, понимаешь, вот это умение, или там дети, трупы буквально лежат друг друг, рядом с другом, и человек знакомая в шоке рассказывал, мы так встретились с глазами, он так повел руками трагично, и говорит, ну смотри, ну как маленькие томочки, они завернутые, да, вот эти запеленутые, то даже самых трагических человек, понятно, не шутит, ни та, ни другой, но это способ говорения, который просто обычная практика, норма, да, потому что вот это у тебя габитусе города, что ты говоришь такими образами, с одной стороны, ты понимаешь, что это образная речь, не так, чтобы ты это не понимал, с другой стороны, ты бравируешь этим, и это становится нормой, и ты стараешься говорить образно, потому что ты понимаешь, что это ценится. Редко можно увидеть город, который, я не знаю, там в армянском из-за них не так, чтобы это было бы очень принято, но в Дюмрии это сплошь и рядом. На короткую шутку всегда говорят, ты слышал, какой он рекорд поставил? Это значит, он удачно пошутил. Вот эта соревновательность, что нужно уметь шутить, удачно пошутить, удачно сострить, и это обязательно будет оценено, и ты будешь в каком-то фаворе по сравнению с другим, над которым удачно подшутил, и это второе момент. То есть получается, что помимо этого внутреннего напряжения, где юмор тебе помогает выживать, среди тебе подобных чужаков, есть еще и образ, который наслаивается в результате ремесленного торгового населения города, который создает особый рекламный язык коммуникации, что предполагает яркость, цветистость, художественность этих образов. И, наконец, есть еще и один очень важный слой, и это вот небольшая часть, которую я затронула, это соревновательность. Гюмри – второй город, он соревнуется, вообще это судьба любых вторых, которые все время сравнивают и сопоставляются с первыми, и находятся в неком соревновании с этими первыми, и поэтому, особенно в советское время, когда статус второго города означал очень многое, да, и ты как второй город уже равняешься не на свой первый даже, не столько на Ереван, сколько на модельный второй, на Ленинград. Вот, и поэтому, скажем, в Гюмри, когда там пытались каким-то русским объяснить, вот что означает Финакан для Армении, они всегда сопоставляли, сравнивались с Ленинградом. И вот это сравнение, оно сводилось к тому, что это город искусства, это город, значит, от ремесла к искусству, понятно, тоже недолгий путь, значит, это город искусства, это город науки, это такой высокоинтеллектуальный город, а Ереван – это вот как Москва, большая деревня, куда там все стекаются, заселяют, кто попало, а вот здесь, ну вот, у нас какие-то свои особые городские традиции, и не случайно там Ленинград, Ленинград, вот совпадение не только силу Ленина, но вообще вот этой второй позиции. В советское время это действительно означало очень много, потому что то, что можно было первым, не забыло вторым, то, что можно было вторым городом, не забыло третьим, и вот эти статусные позиции, они что-то означали. И поэтому быть вторым, оказывается, очень было важным в этом смысле, но всегда в этом случае есть какая-то соревновательность со своим белым. Это огромный объем вот этих советских анекдотов, где Ленинград встречается с ереванцем, и как ереванец, как правило, пытается подшутить над геморийцем и, значит, получает достойный ответ, и, соответственно, геморийц оказывается на высоте. И вот это такой третий слой, который отражает, ну, как бы, социальную историю города. Понятно. Очень интересно. Спасибо большое. И вы так это еще интересно завертываете в теории юмора, то есть у нас получается такой серьезный разговор о юморе в том числе. Но сейчас хочется немножечко все-таки о трагичных страницах упомянуть. Я вот слышала вашу лекцию о пустоте, которая вот внезапно возникла в гемории, да, после синихского, правильно говорю, синихского? Питакского. Питакского землетрясения, извините, Питакского землетрясения. И получается, что, ну, и до этого было другое в 24-м году землетрясение, да, и получается, что все-таки гумрия как-то так вот, как птица из феникса, все-таки всегда оживает. Расскажите, как, по вашему мнению, почему этот город все-таки всегда возрождается? Ну, не знаю, насколько можно считать это возрождением. Ну, в 26-м году я смотрела газетные статьи, и я удивилась большой разнице риторики между газетными статьями 88-го и 26-го года после землетрясения. В 26-м году, как я уже сказала, люди сравнивали ситуации с турецкой оккупацией. И они говорили, ну, разве эта трагедия? Мы встанем на ноги, мы обязательно сумеем. Нам, типа, вот, Советский Союз нам помогут. И при этом была действительно большая поддержка и со стороны диаспоральных общин, огромное количество и писем, и телеграмм, и материальной помощи, которая начала поступать в... в... тогда город назывался... Да, после Картеления в 24-м году его переименовали Леннакан, уже назывался он Леннаканом, туда поступала помощь. И город превратился в советское время, то есть его возрождение после землетрясения 26-го года. Это было такое, ну, закономерное, можно сказать, развитие советского промышленного города, где по плановому хозяйству было продумано и выстроено огромное количество промышленных всяких предприятий. И, ну, там было около 40 промышленных предприятий, большая часть легкая промышленность, ну, не только там металлургия была, мясокомбинаты, много чего другого. Вот, только это, ну, как бы, вклад такого большого планового хозяйства. После 88-го года, вот, сложно сказать, что город был возрожден, потому что, во-первых, население понизилось, оно даже не приблизилось к цифре, которая была до землетрясения. Во-вторых, вот это обещание и решение Горбачева, что город будет отстроен за два года, из-за чего вместо того, чтобы как-то людей заселить во времянках и прислушаться к местным архитекторам, у которых был уже до этого разработан план, в каком направлении развивать город. Это в основном было южно-юго-восточно-юго-западные направления, где сестненько было получше, но строительство было чуть дороже, потому что там был тяжелый гористый грот, и надо было прилично копать. Но поскольку Горбачева обещал, что за два года все будет отстроено, решили выстроить город в северной части. А там были очень редкие землетрические территории, где росла сахарная слухла, обеспечивала необходимым сырем сахарный завод и прочее. И вот эти очень важные, редкие, благородные для Армении земли были отданы под новое жилищное строительство, потому что приехавшие сюда советские строители были привычны строить на ровном грунте, хотя там была глинистая почва, и надо было тоже рыть глубоко, и это тоже была очень дорогостоящая вещь. Но Советского Союза не стало через три года. Азербайджан заблокировал территорию уже до этого, строительные материалы не поступали. И вместо того, чтобы здесь возник город, там была построена небольшая часть того, что планировалось, а еще большая часть просто превратилась в строительное кладбище. И ощущение от руин было гораздо дольше вот от этой территории, от недостроенных стоящих полупостроенных каркасов зданий, которые потом уже растаскивались долго, значит, железные части вытаскивались, продавались в качестве там цветного металла и прочее. Вот эти стоящие какие-то страшные остовые недостроенных зданий до сих пор разбираются, до сих пор территория была потеряна, вот эта почва, естественно, была потеряна навсегда. То есть в этом смысле сказать, что там есть возрождение, нет. Возрождение в каком-то смысле, очистка города, перестройка каких-то дорог, их новое брендирование как туристического места, оно началось практически последние несколько лет. Нельзя сказать, что это как бы самое привлекательное и перспективное, что можно было бы сделать с этим городом. Есть правило такое, правило географических исследователей, гуманитарных экономистов, что там, где говорится только о развитии туризма, считая, что, значит, экономика уже погибла. Ну вот, обычно к туризму, как некой волшебной палочке, прибегают именно потому, что все остальные стратегии не сработали. И это значит, что, ну, за счет туризма ты особо ничего не построишь. И что делается? Ну, какие-то доздания, как раз-таки у старых жильцов в центре города, скупаются, превращаются в рестораны или там какие-нибудь гостиницы небольшие. Ну и жители вынуждены снова либо покинуть, либо переехать вот в этот новый квартал, который выстроился недалеко, относительно недалеко от центра, но он как-то от него сильно отделен, то есть живет каким-то своим геттоизированным, геттоизированной жизнью. Вот. И в этом смысле говорить, что город возрожден, нет. Но вот брендирование, попытка все-таки сохранить этот образ остряков, даже не то, что попытка, я говорю, это стало настолько габитатом города, что те, кто там живет, он особо и, возможно, и не задумывается. Он принимает это как данность. Другое дело, что со стороны это, ну, воспринимается, что да, это может хорошо продаваться. Некоторые местные тоже понимают, что это хорошо продается и коммерциализируют этот юмор. там очень интересная история была, когда молодежь города вот в эти нулевые, понимая, насколько город безразностен, особенно после Карабахской войны, когда все усилия первой Карабахской войны у тебя направлены на то, чтобы обустраивать как-то вот эту территорию и прочее. И здесь Ленинакан, другие зоны Ленингрессии, они, в общем-то, терпели, воспринимали это, ну да, на два фронта теперь там важнее. И очень долгое время здесь действительно было очень депрессивное состояние. И молодежь для того, чтобы как-то поднять до своих горожан, для своих же горожан, начала по городу, в разных местах развешивать какие-то смешные таблички. На диалекте, на армянском языке. Это были тексты, которые направлены на своих же горожан, чтобы ты ходил, поднял голову, прочитал, улыбнулся и прошел бы дальше, да, вот чтобы как-то поддержать. Через какое-то время эти же молодые люди вдруг поняли, что это, когда появился уже Facebook, они поняли, что через Facebook, в общем-то, можно возить сюда туристов и рассказывать какие-то свои локальные, фатерные какие-то истории, будучи носителем, когда это уже эссенциализируется, да, мы прямо, у нас особый ген, смехи, как любят об этом думать многие, ну вот можно на этом-то работать. Действительно, это сработало, стали приезжать даже в этот совершенно еще не обустроенный город на электричке, не в этих новых, более-менее приличных, а на старых, которых надо было три часа ездить. Их принимали, водили по городу, смешно рассказывали про всякие лужи и колгыбельные, и про необустроенность, которую можно преподносить иначе, все это смачно вкладывая в некий пакет. И постепенно эта группа ребят дошла там до нескольких десятков тысяч людей, которые стали просто их последователями, сами стали ездить, возить еще кого-то. И это, в общем-то, это какой-нибудь такой гроссрут туризм, да, он начал развиваться. Ну и постепенно вот подникла вот тогда у премьер-министра на приезжу правительства Сарксяни, который первый начал, Карань Карасусян, который первый начал там обустраивать какие-то центральные дороги и запустил программы, сам начал покупать какие-то здания. Но это послужило неким триггером для людей, у которых есть финансы, которые готовы в это вкладывать. Но сказать, что в городе, по большому счету, это сильно изменило, я не знаю, там, проблемы с рабочими местами, проблемы с социальным жилем все еще остается. То есть это, скорее всего, фасад, чем реальные изменения. Поэтому про Феникс это немножко преувеличено. То есть когда ты приезжаешь в город, по сравнению с Юрьеваном, он безумно красивый. Но красивый не потому, что он возрожден, а потому, что он бедный. Я объясню, в чем логика. Город, который в советское время строился, то есть вот он попал буквально, советская застройка попала буквально вперед между двумя землетрясениями. 26-м годом и 88-м годом. Землетрясение в 88-м году, по большому счету, отхватило, обхватило территорию, застройку советскую. Советская застройка, причем интересная, которая возникала как реакция на землетрясение 26-го года, такая сейсмическая архитектура, которая разрабатывалась на месте, лаборатория специально продумывала числеево, какую можно делать застройку, чтобы она выдержала землетрясение и прочее. Она как раз таки и осталась. То есть 19-й век и начало 20-го века она осталась. А высотки, которые были построены в городе, она не выдержала испытаний, поскольку на два балла снизили бальность, хотя геологически была другая картина, для того, чтобы уменьшить расходы на строительство. И это привело к изменению стандарта. То есть, с одной стороны, это проблема и качества строительства, но одна из самых главных проблем, почему все это развалилось, потому что изначально были расчеты на другую бальность, чем была картина геологической сейсмической карты. И вот здесь проблема в том, что после землетрясения, как потом говорили гемрийцы, Ленинакан ушел, гемрий остался. То есть город 19-го века у тебя стоит, советской застройки нет, у тебя впечатление, что ты попадаешь в вот это пространство индивидуальных красивых архитектурных памятников, которые процветают в центре города. И у тебя поэтому впечатление, что это вау, как красиво. Ну его там немножко почистили, и это действительно стало уникальным, красивым, привлекательным. Но вот какая социальная ситуация за этой красотой, вот здесь много вопросов. Это был очень-очень интересный разговор, но, к сожалению, нам уже пора заканчивать. И я надеюсь, может быть, у нас получится с вами дальше поговорить какие-то другие темы так же увлекательно, как сегодня. Спасибо вам большое, ГНР. Спасибо, спасибо, что пригласили. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok